Добрый день, уважаемые телезрители нашего канала, господа туристы, господа любителей кемпинга и отдыха на природе. В данном видеообзоре мы представляем вам палатку Алексика, модель Максима 6, люкс. Максима 6, это обозначает, что в нее вмещаются 6 человеком. Ну а люкс обозначает, что видимо с максимальным комфортом. Такой себе небольшой передвижной замок, я бы так это назвал. Достаточно увесистый, значит на плечах не сильно потаскаешь, поскольку вес практически 18 килограмм. Но для любителей разъезжать на машине по природе, это как раз подходящий вариант. Годится для длительного, скажем так, пребывания, то есть выезд на неделю, выезд компании и так далее. Ну начнем осмотр мы конечно с чехла. Так, исторически так сложилось, что все крупные палатки Алексика укомплектованы таким вот очень интересным чехлом. Есть, во-первых, две четко выраженные ручки для переноски, переносить ее желательно вдвоем, увесистая штука. Соответственно компрессионные стяжки на фастексах и ручки по бокам, также для переноски. Хоть так, хоть это, кому как удобней. Кроме всего прочего, тут же по бокам есть дополнительные фастексы, которые остегивают углы чехла и он разворачивается вот таким вот образом. Чем хорош этот чехол? Тем, что, учитывая строение входа в него, он представляет из себя, грубо говоря, гермомешок. То есть мы заворачиваем эту штуку, застегиваем фастексы по углам и, как видим, он достаточно плохо пропускает в воздух. Ну, в воду и того хуже. Поэтому хранить в нем всевозможные полезные вещи вполне подходящий вариант. Теперь мы с вами разберем, сложим это чудо и покажем вам, как же оно устроено это более подробно. Итак, палатка Максима в абсолютно собранном состоянии. Приблизительно так вот она и выглядит. Как мы видим, она состоит из четырех дуг. Две дуги центральные, которые поддерживают основной купол палатки. И две боковые дуги, которые чуть короче идут, как бы, отдельно, соответственно, и маркированы желтым цветом. На которые растягивается непосредственно отделение палатки, где находятся спальные места. Достаточно обширный откидывающийся полог. Вот, все остальное растягивается на колышки. Други продеваются сквозь внешние карманы, что в определенной степени достаточно удобно. В условиях начавшегося дождя можно достаточно быстро растянуть внешний тент, после чего в нем спрятаться и заниматься обустройством палатки дальше. То бишь, подвешивать спальные отделения, размещать груз и так далее и тому подобное. Теперь давайте посмотрим непосредственно на, скажем так, все нюансы, плюсы этой палатки. Максима плюс. Такой настоящий передвижной дворец, небольшой, для любителей длительного отдыха на природе. Неделя в ней проводится запросто, причем достаточно большой компанией. В эту палатку, как заявлено производителем, влазит 6 человек. Абсолютно комфортно. В принципе, войдет небольшая толпа. Действительно маленький дворец. Итак, пересекая южный мост, мы попадаем к воротам цветущей вишни. Открываем. Смотрим, что же у нас там. Как видим, все входы, а их здесь два в палатку, дублированы вот такой вот отличной москитной сеткой. На случай, скажем так, изобилия насекомых, жаркой погоды, мы можем эту сетку опустить, застегнуть, изолировав себя от всевозможных мух и комаров. И, тем не менее, не уменьшая вентиляционные качества палатки. Основное помещение, основной купол. Тамбур здесь находится посредине. Он очень вместительный. В нем можно совершенно спокойно ходить в полный рост, разгуливать или выходить через другой вход. Через него можно даже пробегать. То есть, вентиляционные качества замечательные. В данном случае, мы подвесили одно из жилых помещений. Как мы видим, снаружи, возле входа, расположена большая куча всевозможных кармашков, как, впрочем, и на втором. Отличная идея. Здесь можно разместить небольшую кухоньку. Здесь можно разместить шезлонги. А в карманы напихать всякие необходимые мелочи, нужные вам в быту, чтобы не лазить каждый раз за ней в жилое отделение. Вход в отделение, как мы видим, также дублирован москитной сеткой. То бишь, ее можно открыть полностью. Во-первых, вход сам по себе очень большой. То есть, можно входить буквально практически в полный рост. Отличный пол. Нилоновый пол. Водонепроницаемость 6000 мм. Тент, соответственно, водонепроницаемость 4000 мм. Внутри каждого из двух жилых отделений имеется вот такое вот колечко для подвешивания, скажем, внутреннего освещения, как вариант, или каких-то необходимых, не знаю, мелочей. Большое сетчатое окно в каждом из жилых корпусов, назовем это так, за которым скрывается открывающееся окошко вентиляционное, которое мы покажем чуть позже. Опять же, застегнув, на секунду, вот она находится. То есть, разделив вход на сетку и закрывающийся полок, мы получаем вот такую конструкцию. То есть, абсолютно не жарко, все продувается абсолютно насквозь. Комары не залетают, всегда можно общаться с соседями, все абсолютно комфортно. Вентиляционные качества на высоком уровне. Кроме того, всего, под самим куполом имеются вот также дополнительные такие вот сеточки вентиляционные, дабы излишки горячего воздуха, собирающиеся под куполом, выводить, соответственно, наружу. То есть, полный комфорт. Сюда может войти какое-то количество велосипедов. Как вариант, можно разместить второе спальное отделение, или же при ненадобности его оставить такой небольшой ипподром для выгула детей, например, при небольшом дожде. Или еще каких-нибудь своих штучек, которые вы придумаете. В целом, очень комфортная палатка. Есть достаточное количество штормовых растяжек. Конечно, какой-либо сильный ветер, ураганные порывы она не выдержит, поскольку все-таки дуги фиброгласовые, хоть и 11 мм, мы будем учитывать большую парусность данной палатки. Но, скажем так, в такую достаточно приличную непогоду, в ней будет достаточно комфортно прятаться и дожидаться наступления хорошей погоды. И еще вентиляционное окошко. Давайте мы его также рассмотрим. На таких вот отдельных оттяжечках оно открывается в двух положениях. Либо вот просто так оттягивается. Это на случай дождя улучшить вентиляцию палатки. Там находится внутри сеточка абсолютно продуваемая. И вода стекает по козырьку, не попадая внутрь. Либо же, как вариант, можно ее вот так вот расширить. Она станет еще шире. То есть совершенно хорошие вентиляционные качества. Либо же открыть полностью. Вот таким вот образом. Как вы убедились, уважаемые зрители, палатка большая. Действительно на большую толпу, на целую компанию. То ли на природе отмечать день рождения, то ли какой-нибудь, не знаю, выезд конторы. Всегда можно найти себе место, где поспать и отдохнуть. Продается в нашем магазине, как и многие другие интересные вещи. Для постоянных покупателей всегда хорошие скидки. Всегда хорошее соотношение цены и качества. Если интересует, обращайтесь к нам, звоните в наш магазин. Подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok